Привет, Гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Всем хороших выходных. В этом видео посмотрим на графики по биткоину по эфирам. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Google вырос на 10% вчера. Xiaomi плюс 4,5%. Я говорил, что там можно покупать уже. Partisia плюс 3,8%. Я ранний инвестор в этом проекте. Unity плюс 3,5%. Хорошо растут акции. Microsoft 1% роста. Мета немного выросла. MCRT. Ethereum. Чуток вниз. Bitcoin минус 1%. 63,7%. Ну давайте посмотрим на график. Что там? Начнем с месячного. На месячном биткоин перекуплен. Это месячный таймфрейм, значит, каждая свеча это один месяц. Видим движение цены биткоина за несколько лет. И вот каждая свеча это один месяц. Время покупать биткоин было здесь. В 22-23 году. А мы там покупали биткоин по 16 тысяч. Тогда стахастик был в перепроданности. А теперь стахастик в перекупленности. Не время покупать. Продавать нужно. На мой взгляд. Давайте смотреть на недельном. Здесь стахастик направлен вниз. Криптогуру бот держит сигнал на покупку. Держит еще с февраля прошлого года. Тогда биткоин стоил 20 тысяч долларов. Этого бота можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Объемы падают. Меня это напрягает. Неделя закончится уже через два дня. И посмотрите, какие объемы. Они меньше. Посмотрим, что будет на выходных. Опускаемся на дневной. Стохастик в средней зоне. Объемы падают. И это волны элета. Это был первый импульс. Затем была вторая волна коррекции. Затем следующий импульс. Самый большой в волнах элета. Затем коррекционная волна, в которой мы сейчас находимся. И зависит от того, где она закончится там. Обычно проходим 23%. Это минимум, а максимум 35. И мы уже прошли вниз. Уже коррекция была. Сколько там? 19%. 23% это будет, где это будет? 56 тысяч долларов. А 35%, которое максимум, это будет 48 тысяч долларов. Биткоин находится в коррекционной волне. И пока что мы не знаем, где она закончится. Что у нас еще на дневном таймфрейме? Восходящий клин. И там я как раз увидел этот паттерн и все продал. Не зря продавал. Также, что еще мы видим? Это закругленная вершина. На биткоине. Это нехороший знак. Идем вниз. Легко можем уйти еще на 52 тысячи долларов. Имейте в виду. Но я ожидаю отскок от 59 тысяч долларов. И здесь у меня стоит торговая идея. Как раз на 59 тысяч. Потому что здесь восходящий клин. И так он работает. Внутри создается давление. И выходим вниз. Поэтому моя цель 59 тысяч долларов. К тому биткоина сильный уровень поддержки. Истинная цена биткоина, на мой взгляд, 59. Цена входа 59 534. Стоп лосс на 59 318. Тейк профит на 71 тысяча долларов. Соотношение 53 96. Риск 216 долларов. Заработать можно 11 682. Это в расчете на один биткоин без плеча. Цена входа 59 534. Если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео есть полезные ссылки. Один это биржи, на которых можно зарегистрироваться, торговать. Регистрируйтесь на Bybit, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Два. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. Учитесь техническому анализу. Иначе вы неправильно торгуете. Торгуете наугад. Курсы пройдите и начинайте торговать. Иначе потеряете деньги. 333 доллара всего лишь. Стоят курсы. И затем присоединяйтесь к телеграмму. Где уже около 9 тысяч трейдеров. На Bybit у меня пока что не открыто никаких позиций. Ставка финансирования 0,01%. Видите, где я закрывал позицию. Купил там внизу по 62. Продал по 66. Прекрасно. И пока что никаких позиций у меня не открыто. Но есть ордер. На 59 тысяч долларов на 2 биткоина. На балансе 624 тысячи 600 долларов. Здесь USDT 64 тысячи. Плюс еще 316. Поэтому получается примерно 400 тысяч долларов у меня в USDT. Больше чем 50% в кэше. Жду падения. Где там откупать дно. 316 тысяч здесь. 64 там. Короче говоря, 400 тысяч в USDT. 1 биткоин. MCRT на 48 400. Биткоин на 64. Покет на 40 800. Было бы хорошо тут закрыть все по покету. Доджкоин на 15 900. Ворлдкоин на 14 200. Юнисвап на 7 700. Минус 3 процента. Ну и также у меня есть ордера на покупку. Биткоин на 59 тысяч. Доджкоин по 10 центов. Юни по 4. Покет по 9 центов. Ворлдкоин по 80. И еще биткоин по 52 тысячи. И собственно это я и собираюсь сейчас делать. Расставлять где-то ниже ордера на покупку. Например, например, например. У меня стоят ордера на покупку. Ну хорошо, например на тоне. Давайте разберем. Смотрим вот на недельный таймфрейм, на месячный. И ищем уровень поддержки. То он поднимался на 7 долларов, на 7.80. И опустился на 5.30. А мы покупали еще по 1.02. А теперь уровень поддержки на тоне находится, я бы сказал, на 4 доллара 70 центов. И еще один уровень поддержки ниже по 3.50. Итого, на 3.50 можно поставить ордер. Хороший такой момент. Закупить. Переходим теперь на Bybit. Открываем. Ищем тон к USDT. И ставим ордер на покупку. По 3 доллара 50 центов. Ставим такую заявку. Может будет какой-то пролив и подберем. По 3.50 на 15 тысяч долларов. По 3.50. Наберем тона. Пум, готово. Вот так я и расставляю ордера. Биткоин, тон, юни, покет, ворлд. Снова биткоин. На балансе 624 600. Но опять же, я в основном в кэше. Жду проливов для того, чтобы их откупать. Теперь давайте посмотрим на эфириум. 3 120 долларов. Есть торговая идея. Тоже поставили покупку на уровень поддержки. Но реально уровень поддержки на эфире, я бы сказал, находится чуть-чуть повыше. Где-то вот здесь. 2 791. Можно оттуда попробовать зайти. 2791 цена входа. И тейк профит ставим на месячное сопротивление. Такую сделку можно открыть. Соотношение риск-прибыль 3092. Риск 28 долларов. Заработать можно 876 долларов. Это в расчете на 1 эфириум. Цена входа 2791. Переходим, соответственно, на Bybit. И поставим такую заявку. Ищем эфир. 2791. И я возьму по этой цене сколько. Это деривативы. То есть буду заходить в лонг. 2791. И давайте зайдем на 30 эфиров. По 2791. Цена входа 2791. Ставим. Бум. Готово. 30 эфиров будем покупать по 2791. И затем нужно поставить тейк профит и стоп лосс. Тейк профит ставим на 3663. 3663. И стоп лосс будет... Где он будет? 2758. 2758 стоп лосс. Слишком маленький риск... А, нет. Нормально. Риск 990 долларов. Заработаем 26160. Подтверждаем. И теперь ордер на эфире установлен. 30 эфиров буду покупать по 2791 доллар. И также ордер на 2 биткоина по 59 тысяч. Отлично. Еще раз напоминаю, что под видео полезные ссылки. Один это биржа, на которых можно торговать. Два это курсы, которые нужно пройти. И три присоединяйтесь к телеграмму, где можете общаться с другими трейдерами. Прямо сейчас там 137 человек онлайн. Что случилось с ворлдкоином? Ворлдкоин мы покупали по 250. И он дальше там поднимался на 11 или 12 долларов. А теперь опускается на ворлдкоине. У меня ордер на покупку стоит на 2.80. Давайте посмотрим еще по ворлдкоину. Потому что 2.80 это, ну, как-то слишком низко. 4.60 текущая цена. Я поставил на 2 доллара 80 центов. Потому что там основной уровень поддержки. Но есть еще поддержка по 3 доллара 60 центов. Но по 2.80 там вообще жарняк. Там я буду покупать много ворлдкоина. Я уже там поставил ордер на покупку. Взять 3.5 тысячи монет по этой цене. В общем, на этом все на сегодня. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Прямо сейчас я в кэше. В основном 620 тысяч на балансе. Из них 400 тысяч в USDT. Я готовлюсь для того, чтобы подбирать на дне. И сейчас я покупаю еще много Теслы. На мой взгляд, все остальное, кроме Теслы и Гугла, уже перекуплено. Да и многие альткоины сейчас тоже перегреты. Имейте это в виду. Всему этому я обучаю на своих курсах по криптотрейдингу. И на курсах по трейдингу на фондовых рынках. Используйте стахастик, ребята. Смотрите, сейчас биткоин падает, например. 63.800. Моя цель 59 тысяч долларов. Подобрать это падение. Но опять же, лучший индикатор, чему я учу на своих курсах по криптотрейдингу. Объемы предсказывают цену. Посмотрите, большие объемы. Были на биткоине, но теперь они стали падать. А второй хороший индикатор это стахастик. Вот как смотрите тут на месячном. 2022-2023 год. Биткоин стоил 16 тысяч. И где стахастик? Стахастик в перепроданности. Тут он внизу, видите, да? И биткоин тогда стоил 15 тысяч. Прям был супер перепродан. А теперь супер перекуплен. Время покупать было, когда он был в перепроданности. Теперь в перекупленности нахрена покупать. Это самое основное, самое главное, чему я учу. Всем хорошего дня. И увидимся завтра. Ам... Ам...